Бسم الله الرحمن الرحيم Аддар Суррабио Четвертый урок первого тома Мединского курса На нем мы познакомимся с предлогами родительного падежа Когда мы говорим про эти предлоги, можно провести аналогию с русским языком Например, слово квартира, если перед ним мы поставим какой-либо предлог Я вошел в квартиру Я вошел в квартиру, будет звучать неправильно Точно так же в арабском языке, если перед именем приходит предлог родительного падежа То окончание изменяется Давайте внимательно проанализируем следующие примеры Эль бейту, окончание дамма, или танвейн дамма, у или ун, указывает на именительный падеж Появляется предлог фи, в, и мы видим, что окончание изменилось Филь бейти, касра, или танвейн касра будут являться показателями родительного падежа Предлог родительного падежа на, стали, изменил окончание условия Переходим к пункту Б Подлежащее, выраженное личным местоимением он Определенный артикль здесь не нужен, так как слово определено естественным образом Он это не она и не они Филь гурфети, сказуемое, усложненное предлогом родительного падежа Он в ванной комнате, или в зависимости от контекста, в бане Обратите внимание, что здесь нет танвына Она на кухне Приступаем к упражнениям Сейчас вы можете закрыть учебник и ответить на мои вопросы самостоятельно, не опираясь на текст Он в meiner комнате, Whoa! Где Базароку? Где Базароку? Где базарок? Где Аменко? Где Аминото? Ага аминото бу в fires? Где Аминото, вrarоку? Газароку в филметбаху? Вероку в derrière PSоєх? mean в храмаме? Маза нам на héтихе? Если с первого раза не получилось ответить, вновь перечитайте, пожалуйста, текст и постарайтесь ответить на эти вопросы по второму разу. Вот здесь мы видим, что частицу для обращения внимания собеседника к вашей речи убрали и осталось просто. Можно было сказать, но мы сказали короче, и это уже выглядит как. Что это на столе? Во втором упражнении необходимо прочитать вот эти вот слова, тщательно огласовывая окончание. Эль мадрасету. Здесь у нас именительный падеж, потому что впереди нет предлога родительного падежа. Филь мадрасети. Здесь у нас появляется касра, как показатель родительного падежа. Почему? Потому что впереди пришел предлог родительного падежа. Филь бейти. Аль бейту. Аль гурфату. Аль хаммаму. Филь мадбахи. Аль мактабу. Аля л мактаби. На столе. Стол и на столе. Аля л курсии. Ас-сариру. Аля л китаби. Филь мэсджиди. Икра вактуб. Либо прочитайте и перепишите. Естественно, проговаривая вслух. Помните о том, что наши пальцы связаны с подкоркой мозга. И когда ребенок отстает в развитии, ему предписывают пальчиковые тренинги. То, что полезно для маленьких детей, полезно и для взрослых. Когда мы пишем, проговаривая вслух, вот эти арабские предложения, все это впечатывается в нашу память. Аль талибу филь джамиати. Это у нас подлежащее. Аль талибу. Поэтому здесь у нас стоит именительный падеж. Филь джамиати. Хабар. Сказуемое усложненное предлогом родительного падежа. На месте сказуемого. Поэтому здесь у нас появляется кассра. Как самый главный признак родительного падежа. Еще раз обращу ваше внимание, что имена собственные мужские произносились Танвыном, а женские имена собственные почему-то Танвына не принимают. Почему, узнаем на следующей странице. На небе, сказуемое, усложненное предлогом родительного падежа. Кто в классе? Перед нами два столбика. В правом столбике мужские имена. Халидун, Хамидун, Ясирун, Аммарун, Саидун, Алиюн, Аббасун. В левом столбике женские имена. И из этих примеров нам становится очевидным, что женские имена Танвына не принимают. Имен в арабском языке, которые не принимают Танвын, очень мало. Из урока в урок мы будем знакомиться с каждым таким именем по отдельности. Сегодня просто запомните, что женские имена собственные не принимают Танвына. Причем нет разницы, заканчивается имя собственные женского рода на Тамарбуту, признак женского рода. Вот это Тамарбута. Или не заканчивается, как в слове Марьям. Значение это не имеет. Все женские имена собственные не принимают Танвына. И надо нам прочитать вот эти имена. Какие-то имена с Танвыном, какие-то без. Хамидун, Зайнабу, Абинату, Аммарун, Саидун, Фатимату, Марьяму, Алиюн, Халидун, Аббасун, Аишату, Мухаммадун, Софияту, Хадиджету. На этой странице. Эль-Бейту, Мин-Эль-Бейте. Дом, из дома, я вышел из дома. Мин означает из, исходной точки. Эль-Месджиду, Ил-Эль-Месджиде. Мечеть и из, мечеть и по направлению к мечети. К мечети, Ил-Эль-Месджиде. Еще два предлога родительного падежа, Мин и Иля. Прежде чем приступить к разбору вот этого диалога, давайте взглянем на карту. Здесь вот написано, Джузуру Куриль. Эль-Джазир, а то остров. Эль-Джузур, острова. А здесь у нас острова Курилы. То есть, курильские острова. Потом вот здесь вот написано, Эль-Ябен. То бишь, Япония. И внизу, Тукию. А внутри этого островка мы видим Осаку. Усэке. Так, смотрим ниже. Здесь у нас написано. БАКИСТАНУ, ДЭЛЬХА, ДЭЛИ. АЛЬ-ХИНДУ, ХАЙДАР-АБАД, БОМБЕЙ, БОМБЕЙ. АЛЬ-БАХРУЛЬ-АРАБИ, АРАВИЙСКОЕ МОРЕ. СРИ-ЛАНКА, ШРИ-ЛАНКА. АЛЬ-МУДЕРРИСУ, МИН АЙНА АНТА, ИЗ ГДЕ ТЫ, понятно, что будет переводиться, ОТКУДА ТЫ. АНА МИНА ЛЬЯБАНИ, ВА МИН АЙНА АММАРУН, ХУА МИНА ССЫНИ, Он из Китая. В русском языке сын тоже присутствует, в слове апельсин. Апельсины нам попали из Голландии, где они назывались Эйплсин, Яблоки Китая. ВА МИНА ХАМИДУН, ХУА МИНА ЛХИНДИ, Он из Индии. АЙНА АББАСУН, ХАРАДЖА, АЙНА ЗАХАБА, ЗАХАБА ИЛА ЛМУДИРИ, ВА АЙНА ЗАХАБА АЛИЮН, КУДА ПОШЕЛ АЛИЮН, ЗАХАБА ИЛА ЛМИРХАДИ, Он ПОШЕЛ В ТУАЛЕТ. Закройте, пожалуйста, учебник и попытайтесь ответить на мои вопросы, не подглядывая в текст. МИНА АЙНА АНТА, ААНТА МИНА ЛФИЛИПБИН, МЕН МИНА ССИНИ, МИНА АЙНА ХАМИДУН, АЙНА ЗАХАБА ААББАСУН, АЗАХАБА АЛИЮН ИЛА ЛМУДИРИ, АЛЬ МУДИР, МУДИР, ДИРЕКТОР. Во втором упражнении, как обычно, нам необходимо прочитать вот эти слова, четко обозначая окончание. АЛЬ ГУРФАТУ, МИНА ЛГУРФАТИ, МИНА ЛХАММАМИ, АЛЬ МИРХАДУ, ИЛА ЛМИРХАДИ, АЛЬ ЯБАНУ, АЛЬ ФИЛИПБИНУ, АЛЬ ФИЛИПБИНУ, МИНА ЛХИНДИ, ИЛА ССИНИ. В третьем упражнении, необходимо прочитать вот эти предложения и переписать их, опять же проговаривая в словах. МИНА АЙНА ФАТИМАТУ, ХИЯ МИНА ЛХИНДИ, ХАРАДЖАЛ МУДАРРИСУ МИНА ЛФАСЛИ, ВАЛЬ ЗАХАБА ИЛА ЛМУДИРИ, ЗАХАБА ТАДЖИРУ ИЛА ДДУККАНИ, ХАРАДЖА ХАМИДУН МИНА ЛГУРФАТИ, ВАЛЬ ЗАХАБА ИЛА ЛХАММАМИ, МАН ХАРАДЖА МИНА ЛФАСЛИ, ХАРАДЖА ТАЛИБУ МИНА ЛМАДРАСАТИ, ВАЛЬ ЗАХАБА ИЛА ССУКИ, ХАДИДЖАТУ МИНА ССЫНИ, ВАХАЛИДУН МИНА ЛЬЯБАНИ, И в четвертом упражнении, нам необходимо вставить в пустую графу подходящий предлог родительного падежа. АЛЬ КИТАБУ АЛЛЬ МАКТАБИ, АТТАЛИБУ, АТТАЛИБУ ФИЛ ФАСЛИ, ЗАХАБА ХАМИДУН ИЛАЛЬ ДжАМИАТИ, ХАРАДЖА ЛМУДИРУ МИНА ЛМАДРАСАТИ, ЗАХАБА МУХАММАДУН МИНА ССЫНИ ИЛАЛЬ ЯБАНИ, АЛЬ КАЛИМАТУ ЛДЖАДИДАТУ, АЛЬ МАДРАСАТУ, ШКОЛА, РЕ необходимо четче произносить, потому что частенько она теряется. АЛЬ МАДРАСАТУ, АЛЬ ФАСЛЮ, КЛАСС, АЛЬ ХАММАМУ, БАНЯ, ИЛИ ВАННАЯ, АЛЬ МИРХАДУ, ТУАЛЕТ, АЛЬ МАТБАХУ, АЛЬ ГУРФАТУ, КОМНАТА, АЛЬ ДжАМИАТУ, УНИВЕРСИТЕТ, АССУКУ, РЫНОК, АЛЬ ЯБАНУ, АССЫНУ, АЛЬ ХИНДУ, АЛЬ ФИЛИББИНУ, АЛЬ МУДИРУ, ДИРЕКТОР, ЗАХАБА, ХАРАДЖА, И во втором прямоугольнике мы видим предлоги родительного падежа. На арабском языке они называются ХУРУФУЛЬ ДжАР, то есть частицы или предлоги, АЛЬ ДжАР, родительный падеж. Мы всего лишь познакомились с четырьмя предлогами. ФИ, В, АЛЯ, НА, МИН, из какой-то точки или по направлению к чему-то. После них имена принимают родительный падеж.